МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. В Новый год с новыми ценами правительство России определило рекомендуемую ставку за капитальный ремонт. С января в расчетках за ЖКУ появится новая строка. Лучшая презентация проекта. С победой из Колково с конференции Газпромнефть вернулся геолог предприятия Газпромнефть-Муравленко Кирилл Данилин. И 1 ноября свой профессиональный праздник отметят судебные приставы. 9,5 рублей. Правительство России определило рекомендованную ставку платежа за капитальный ремонт. Правда, цифра не окончательная. Предельную стоимость услуги будут устанавливать в каждом субъекте самостоятельно. Напомню, с января будущего года в расчетках за ЖКУ появится новая графа – капитальный ремонт. Если взять за основу рекомендованные правительством 9,5 рублей за квадратный метр, у владельцев среднестатистической квартиры в 50 квадратных метров с нового года квартплата вырастет сразу на 475 рублей. Муравленковские нефтяники успешно выступили на ежегодной научно-технической конференции молодых специалистов компании «Газпромнефть». Она состоялась в инновационном центре «Сколково». Форум здесь не только обмена опытом, но и конкурс достижений молодых нефтяников, который вот уже третий год подряд собирает представителей всех дочерних предприятий компании. Уже само участие в конференции – большой успех для молодежи. Ведь прежде чем отправиться в «Сколково», каждый стал победителем или призером региональных конференций. Кирилл Данилин участвовал в секции геологии разработки месторождений. Среди всех пяти направлений работы конференции она традиционно собирает самое большое число участников. У Кирилла это был дебют в таком представительном форуме. Но несмотря на это, геолог первой категории восьмого цеха добычи нефти и газа вернулся на свое предприятие победителем в номинации «Лучшая презентация проекта». Проект был посвящен нашему и депрусскому месторождению. Определенные особенности пласта Ю-1.1, в том числе снижению проницаемости с падением пластового давления и оптимизации разработки связаны с этим аспектом. Альберт Мавлиев, ведущий инженер отдела сводного планирования и расчета добычи, участвовал в конференции уже во второй раз. Он представлял доклад в секции технологии добычи нефти и газа. Я ездил со своей наработкой. Основная тема была связана с повышением эффективности обработок призабойной зоны пласта. Тема актуальная, интересная. Лауреатам конкурса ему стать не удалось, но внимание многочисленных экспертов его работа привлекла. Среди них представители научно-технического центра «Газпромнефти», ректоры ведущих нефтяных вузов страны, главные геологи добывающих предприятий «Газпромнефти» и начальники управления. Выступление Альберта Мавлиева по кислотным обработкам сейчас широко применяется в нашем предприятии. Было отмечено это работой другими представителями ДЗО. А это значит, что наработки муравленковцев теперь возьмут на вооружение специалисты других подразделений компании. В высоком профессионализме сотрудников «Газпромнефть» Муравленко не сомневается и заместитель главного геолога предприятия, начальник управления планирования геолого-технических мероприятий Марат Азаматов. В Сколково он был в составе жюри. «Высокий уровень представителей муравленка. Несмотря на то, что в секции участвовали и специалисты НТЦ, которые докладывали свою ежедневную текущую работу, наши специалисты выглядели на фоне их даже выше уровень, показали. Несмотря на то, что делают свои доклады, они во нерабочее время, это просто работы и выходные дни». Всего в научно-практической конференции приняли участие более 40 молодых специалистов из всех филиалов компании «Газпромнефть». Евгений Дегтяренко, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. 1 ноября работники Федеральной службы судебных приставов отметят свой профессиональный праздник – День судебного пристава. Сегодня муравленковский отдел службы является одним из лучших подразделений на Ямале. Свидетельствуют об этом многочисленные дипломы за профессиональные достижения. По итогам работы за первое полугодие наши приставы признаны лучшими в округе. Всего за 9 месяцев на исполнении службы находилось более 11 тысяч дел на общую сумму свыше 400 миллионов рублей. Цифра для нашего города огромная. Удалось взыскать 89 миллионов. В общей структуре долгов лидируют различные штрафы, налоговые платежи, долги по кредитам. Но абсолютное первенство принадлежит коммунальным неплатежам. У нас очень большое количество остатка по документам о взыскании жилищно-коммунальных услуг. По состоянию на 9 месяцев составило больше тысячи. То есть в этом году огромнейший рост. Но тут тоже есть небольшая объективная причина. Предъявляются сейчас документы по солидарному взысканию. То есть если раньше предъявлялся документ на одну квартиру один, и указаны были все должники, сейчас на каждого должника, точнее прописанного, является должником у нас, предъявляется отдельный исполненный документ. Поэтому, соответственно, увеличивается количество и суммы. Более подробно о работе судебных приставов в рубрике «Актуальное интервью». Алименщики, да, это, скажем, в последнее время бич Ямала, да, наверное, и всей страны в целом. Вот насколько актуальна эта проблема для нашего города? Конечно, я скажу, что в нашем отделе работа по взысканию алиментов ведется на должном уровне. Это мое мнение. Я считаю, что это действительно так. На сегодняшний день у нас на исполнении 330 исполненных документов, учитывая общее количество населения нашего города к 40 тысячам, 337 документов – это не так много. В течение 2013 года за злостное уклонение от уплаты алиментов было привлечено 15 должников. Все они, 13 из них на сегодняшний день уже осуждены. Работа по взысканию большой задолженности постоянно нами ведется. Направляем должников в Центр занятости населения, если не трудоустроены, для, возможно, их там трудоустройства дальнейшего. Направляем документы на удержание заработной платы. Выставляем 70% удержания, то есть как можно больше, чтобы взыскатель получил на содержание совершеннолетнего ребенка как можно больше денежную сумму алиментов. Очень многие должники-алименщики, хотя они не любят, когда их так называют, те, которые в добровольном порядке оплачивают алименты, ежемесячно предоставляют квитанции, отчитываются перед нами. Они все у нас в городе, да, они нигде не бегают по другим странам, городам? Все документы, которые находятся у нас на исполнении, они, соответственно, все должники значатся зарегистрированными в нашем городе. Если мы устанавливаем факт, что должник выехал на ПМЖ за пределы города, официально подтверждающий документы с ОФМС, и мы направляем документы в обязательном порядке для исполнения по месту жительства должника, не взыскателя, а именно должника. Поэтому, если, конечно, есть такие, что находятся у нас и в розыске, однозначно, и мы не можем сказать, выехали они, либо, может быть, они вообще уже без вести пропавшие, потому что некоторые документы, взыскатели у нас проживают на территории Украины, Белоруссии, в Белоруссии точнее, но и даже самих взыскателей проблематично разыскать. Поэтому мы вынуждены выносить постановление о розыске должников. Но, тем не менее, в этом году также скажу про размещение биометрических данных, то, что мы размещали фотографии должников по алиментам, но практически все сыграли на хороший результат. То есть все были нами разысканы. То есть тоже одна из таких мер, которая принимается нами. Вы сказали, осужденные были алиментщики. Это реальные уголовные сроки, да? Они отбывают наказание в местах лишения свободы или как? Нет, они не отбывают наказание. У них наказание исправительной работы с отчислением, 5-процентным в основном в бюджет Российской Федерации. И мы, соответственно, направляем документы для погашения, вот именно отчисляется заработная плата, и мы 70% устанавливаем, и у них производят удержание. А, как правило, это мать или отец? Кого больше в этой категории? К сожалению, в последние годы, конечно, преобладает количество это мужчины, но у нас уже стали появляться женщины. Вот буквально недавно было возбуждено уголовное дело, где злостным неподвижником является мама. И в этом году это уже второй случай у нас, привлечения именно женщины. Увы, так и есть. Сегодня применяет ли служба судебных приставов какие-то прогрессивные, инновационные технологии, да, по как информированию должников, так и по взысканию с них долгов. Заключено соглашение со Сберегательным банком Российской Федерации. Мы в автоматическом режиме получаем ответы по нашим доложникам. То есть, как только возбуждено исполненное производство, автоматически уходит запрос на этого гражданина в Сбербанк, в Центральный банк. То есть, как бы, информация предоставляется по всей территории Российской Федерации и так же, как Тюменский Сбербанк. Как только поступают нам ответы с указанием лицевых счетов, сумм, которые находятся на этих счетах, с 1 ноября 2013 года мы начинаем работать по электронному списанию денежных средств. Спасибо вам за беседу и поздравляю вас с наступающим праздником, Днем судебного пристава. Муравленковские фанаты футбольного клуба «Зенит» начинают сотрудничество с уральскими болельщиками питерской команды. Об этом новостям нашего города рассказал вице-президент фан-клуба Алексей Гончаров. На днях он побывал в Екатеринбурге на матче Урала с «Зенитом». Алексей Гончаров отправился туда по приглашению местного фан-клуба. С игры поклонник синий-бело-голубых привез флаг с символикой своих екатеринбуржских единомышленников. Он называется «Сектор 96» по номеру региона на автомобильных номерах. Аналогичный в скором времени, пообещал муравленковский фанат, появится и у наших болельщиков. Причем в роли дизайнера сможет попробовать себя каждый. Будет объявлен конкурс, по итогам которого и выберут символ муравленковского фан-клуба. Он станет обязательным атрибутом наших болельщиков на зрительских трибунах и не только в Санкт-Петербурге. Можно, конечно, просто съездить в Санкт-Петербург, прийти на стадион, поболеть за «Зенит». Но ты не будешь чувствовать себя настоящим фанатом. Настоящий фанат проверяется в том, что он должен выехать в другой город в незнакомой обстановке и поддержать свою любимую команду. Ну и в завершении выпуска коротко о том, что интересного для своих читателей на этой неделе подготовили корреспонденты еженедельника «Слово нефтяника». Газовое управление «Газпромнефть» Муравленко продолжает наращивать показатели добычи природного и объема утилизации попутного нефтяного газа. За счет чего удалось этого добиться, журналистам газеты «Слово нефтяника» рассказал начальник производственного отдела газового управления «Газпромнефть» Муравленко Максим Акшинцев. Материал на эту тему читайте на пятой странице. Результаты проверки, которую недавно провели в Муравленковском роддоме, специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры, увы, не порадовали. Контролирующие органы выявили здесь ряд несоответствий требованиям санитарно-эпидемиологических норм эксплуатации общественных зданий и учреждений здравоохранения. Каким образом устраняются эти нарушения, вы узнаете из материала на шестой полосе газеты. Список причин и следствий злоупотребления алкоголем бесконечен, но спасает ли нас от зла голая констатация фактов. Для решения этой проблемы нужны немалые усилия власти и общества. При этом никто не должен оставаться в стороне, особенно это касается тех, кто считает, что их эта проблема не касается. Рассуждения журналистов о том, как победить зеленого змея, читайте на седьмой странице свежего номера газеты «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Через несколько секунд прогноз погоды на завтра. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 1 ноября в Салихарде минус 17, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. В ноябрьске 10 градусов мороза, восточный ветер до 4 метров в секунду. В Муравленко 1 ноября минус 12, ветер восточный до 4 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова